Духовный путь Один источник истины, священное писание Важен обоюдный духовный рост супругов через совместную молитву и изучение Библии Мы уже об этом говорили Тут действительно идет такое самосовершенствование И на уровне души Духовные законы, они существуют Никто их не может отменить в этом мире Несмотря на то, что их нельзя Пытаются Пытаются это сделать, но тем не менее Вот если бы нам даже лет 10 назад сказали, что Михаил, твоя интимная жизнь, твой секс в постели будет зависеть от того Будете ли вы вместе молиться или нет? Будьте вместе Библию изучать или не будете? Я сказал, да вы что? Вообще что ли здесь? Причем тут Библия и секс Библия отдельно Это отдельно Так вот могу засвидетельствовать, что прямая связь Как только идет духовный рост мужа и жены Сразу наблюдается улучшение в интимной жизни супругов Это прямая связь И вот теперь слайды И способия по сексу То есть вот третий пункт Безграничность совершенства интимных отношений до конца жизни Если мы используем только телесную составляющую мужа и жены Ну здесь все знакомы с электричеством и с радиом Мужчины по крайней мере Вот если мы используем только один контакт Для отношений мужа Помните как называется в радиотехнике? Это ПАП и это МАУ Вот Если только один контакт Штекер Какие тут токи текут? Вот если мы их соединяем Начинает течь электричество Какой силы ток протекает вот через эти контакты? Кто знает? Ну не буду вас мучить Слабо Очень слабо Я прочитаю 0,4 ампера Ну то есть 0,4 ампера Даже не 1 ампера 4 десятых Это если мы на уровне физиологии Только уровне физиологии Вот такой будет Теперь мы сюда подключаем душевную составляющую И у нас уже два контакта Тело и душа И вот муж с женой два контакта соединяются вместе Какой силы ток тут протекает? О, уже ударит Шабанет, да, 10 ампер Вот эта розетка рассчитана на 10 ампер Вот это душу Уже срогать не советуем Можно попробовать Ну, шабанет Представляете, если так Ну хорошо Вот если такой секс будет Представляете, если каждый раз Когда муж и жена занимаются любовью И при этом у них все Вот такой силы наблюдается секс Если у них и на душевном уровне все Да и... Это всего два контакта А теперь если мы подключим еще сюда и дух Третий контакт Вот они три контакта Трехклассный А там были ноль Неважно Добавили, представляете Добавили ноль И какой силы ток здесь протекает? 30 вольт Который у нас призывает средство массовой информации Ну, примитив И вот И что Бог Солдал изначально Представляете? Даже чуть-чуть добавляем ноль И уже с такой силы Улетишь Вот это то, что было изначально Господа нам дано В интимных отношениях Ну, можно сказать, что В разных моментах Вот это вот По-разному действует И по-разному полезет Да В разные моменты По-разному это действует Но если мы используем только вот так Только это Ну, сами себя обедняют И в разных моментах жизни Используют только вот это Даже есть такое понятие, как квик Слышали, наверное, да? Квик – это вот это Быстрый секс Вот сейчас среди молодежи Муж собирается домой на работу Чмухнул И тут Опа Ну, быстрее, быстрее Раз И пока еще шляп не снял Потому что нет времени Бывают в интимной жизни Именно такие квики Бывают Ну, представляете Если это только квики Но даже если в этот квик Добавят ноль Это будет Даже квик может быть Ого-го Каким? Суперя Спасибо Не наработайте, не захочется Вообще, хорошее пособие И сразу видно Сразу видно, да Очень наглядно Вообще, да Что значит, что муж такой технический В прошлом году Те, кто услышали Нашу лекцию Этого не было Это вот В этом году Появилась такая мысль Знаете, действительно Очень наглядная И вот дальше По поводу третьего Что должно быть Осознание Совершенствования Отношений До конца жизни Вот раньше Мы об этом Мало говорили Потому что Ну Мы собирали Разные статьи Тут вот Законы половой жизни В 80 лет Тут вот Сверхмолодость Приходит с любовью Устав половой жизни Сдали в музей Это вот как раз По большевикам Про Самару Тут много пишут Сколько всего Тут происходит И вообще Наши попы Круче Ну Мы Собирали Такие Горолюти Где говорится Что там И 80 лет Возможны Интимные отношения Там И 100 лет Рожают Главное Чтобы вот это Соблюдалось Но У нас такое правило С чем мы сами Не столкнулись Тем О том мы не говорим На наших семенах Тому мы не учим Мы пока еще Не достигли Того возраста В 80 лет Возможно это или нет У нас Мы пока еще моложе Причем в 2 раза И причем Информация Которую мы читали Она была такая Противоречивая Возможно это правда А может это и утка А научных Как будет изыскание На эту тему Вот буквально Недавно Стали появляться Мы их стали Как бы вот уже Видеть Вот эти вот Цыпры и так далее Их недавно Стали производить Ну вот И мы молились Богу Чтобы он нам показал Действительно Это до конца жизни Происходит Или вот Концом детородного периода В лучшем случае Раздвигаются кровати Чтобы спать отдельно В худшем случае Вообще В разных комнатах Начинают спать Это как должно происходить До конца жизни Или до конца детородного периода Ну мы думали Что ведь раз не написано Что там и станут Одноплодние Где же не написано До конца детородного периода Или там пока не станут старыми Или пока она мне не надоест Или пока она не заболеет Нет такого Одноплодь Точно Навсегда Все Навсегда Предполагается А примеры мы видим Обратные И вот мы стали молить Господь Господь Ну покажи нам Вот Ну как вообще должно быть Что вот Или в Писании Где-то нам покажи Так не нужно Да Что-то мы должны На эту тему сказать Когда это заканчивается Так что вопросы Такие начали идти И мы как бы Вот не знали Как на них ответить И тут Приезжает нам Вот следующий У нас есть такая Пара Знакомая Яна Нелкиц Они живут в Голландии Они разрешили нам Просто рассказывать Вы наверное заметили Что мы обычно Именно и фамилии Не приводим Чтобы нельзя было Сопоставить примеры Человека А потом говорится А мы про тебя знаем Но в данном случае Мы спросили специально Разрешение Можно говорить Или нет фамилии Потому что Если бы сказали Ну у нас есть там Одна пара знакомых Вот у них там Все в порядке Ну скажем Ну может быть Да Может и нет Может быть это Ваша фантазия Так вот мы специально У них спросили разрешение Чтобы это действительно Было доказательно Вот ему было 65 К тому моменту Ей тоже за 60 уже И они преподавали На Урале В университете Вот Библейском В библейском университете Ну так вот там Пастерология Или еще какой-то Я точно уже не помню что Но факт то что Ему сделали операцию На сердце И он не мог ехать И должна была Вынуждена ехать Одна его жена Нел И он нам звонит И говорит Слушай я так волнуюсь Если она поедет Через Москву Ну женщина уже в возрасте А там с аэропорта На вокзал Там это все Очень сложно Я просто переживаю Давайте сделаем так Вот я пришлю ее в Самару На самолете У нас есть прямой рейс Вы ее встретите И вместе с переводчиком Посадите на поезд Там в общем проблем Ну там Несколько часов Просто я буду меньше волноваться За нее Как муж Ну мы конечно Без проблем Пожалуйста И обратно Нел тоже летела Через Самару Она остановилась У нас там было По-моему два дня Ожидание рейса Да И вот В день ее Так сказать Отлета Вечером Звонок по телефону Раздается Звонит я Ну конечно Несколько вежливых Раз со мной И конечно Нел нужна была Нел И вот тут мы наблюдаем Смешно Что на наших глазах Вот эта женщина Превратилась в девочку Знаете Молоденькая девочка Вся покрылась Такими пятнами Волнулись Такая счастлива Голоски горят Вот она что-то воркует По-голландски По-голландски Мы не понимаем Но мы понимаем Что она очень счастлива Ее любимый Ей позвонил Понимаете И вот она Повесила трубку И начала порхать По комнатам Чемоданы собирает Ля-ля Ля-ля Поет Что-то себе Поднос Вот Ну тут мы говорим Нел Что здесь такое Ян сказала Что такая счастливая Она Ой Она такая глупышка Говорит Я тут для тебя сюрприз приготовила Я уже даже заранее знаю Что он мне приготовил Она говорит Я знаю что-то Я приеду И у нас Вот везде он Либо шарики повесит Либо какие-то транспаранты Но везде будут Вот свидетельствовать О том Что он меня любит Везде будут написаны Какие-то хорошие слова Как он по мне скучал Как он меня любит И я знаю Что вот мы войдем Вот он сразу Прямо вот это Все вот Все чемоданы Бросит Не разбирая Не разбирая Прямо одежду Все И мы с ним вместе Пойдем в ванну Я знаю что в этой ванне Уже налит Уже приготовлена Будет вода Пена Он туда вылет Флакон моих любимых духов И мы с ним залезем И будем наслаждаться Она все это описывает Телами Друг друга Так здорово Просто в такой разлуке А потом мы пойдем С ним в спальню Я знаю что нашу кровать Он застелит Самым дорогим бельем Мы его вообще Вот бережем На самом такой Случай Вот И на эту постель Еще один флакончик Духов Моих любимых Вот Вылет И мы с ним Все люди Будем друг друга Любить Мы так с Надей Переглянулись Поняли что это нам Ответ от Бога Мы говорим Нел А можно мы об этом Будем рассказывать На нашей конференции Она так оторопилась Говорит Это что-то ненормально у нас Это так не должно быть Это неправильно Нет Наоборот Но Она даже удивилась Что мы такой вопрос задали Что в этом такого И мы с Надей Рассказывали И когда мы начали рассказать Мы поняли Как важно Об этом говорить Потому что Мы увидели Как Бог действительно Меняет людей На одной конференции У нас так на первом сидении На первом ряду Сидела такая бабушка С дедушкой Но они были женаты Что там 37 что ли лет Или 38 Ну так вот Они сами себя так называют Бабушка Дедушка Мы так не называем И вот после лекции Какого-нибудь На отношения На следующий день После романтического ужина Там подходит Значит вот эта вот женщина И говорит Вы посмотрите на моего деда Он же лет 40 То точно сбросил А он сидит на первом ряду И говорит Не говори теперь Что перед людьми Стыдно А после одной конференции Тоже произошло такое Ну во-первых У нас там была конференция Может даже мы покажем Как-нибудь фотографии Мы называем это Наша рекордная пара Они приехали на конференцию Будучи женатыми 53 года То есть маму Было уже Научите нас Как нам правильно жить Мы хотим быть счастливыми людьми Они так сказали Еще счастливее Еще счастливее Вот так они сказали 53 года прожили вместе Я говорю Когда вы поженились Нет Когда я родился Вы были женаты уже 20 лет Вы так не бываете Представляете Они приехали И вот Вот та любовь Которая вообще между ними была И И вот та истра Которую Бог зажег В них Она была Но она вообще разгорелась После конференции Еще больше На следующую конференцию Приехали Ее Их сын С женой Дочь С мужем И внук С женой Представляете И мы говорим Что у вас за семейственница такая Они говорят Когда мы увидели Что произошло У нашей Мамы с папой Бабушке с дедушкой Мы поняли Нам это тоже надо Представляете То есть Между ними Была искра Но вот Понимаете Что-то вот еще Произошло До конца жизни Совершенствовать Своих отношений И однажды Позвонил нам Младой человек И сказал Знаете Я была у вас На конференции На такой И мы вот Послушали Что вы рассказывали Про интимные отношения Особенно в возрасте А у нас Говорит У мамы с папой Была золотая свадка Вот И мы У нас 8 детей В семье И мы каждый Приготовили свой подарок Конечно Много внуков Там уже все съехались Тоже золотая свадьба Тем более Проходило это все В деревне Папа с мамой Нашей живут в деревне Там один стол На этой центральной улице Накрыли Вся деревня собралась Там было много подарков Но самый главный подарок Мы приготовили им После романтического Вот этого Брачного пира Мы взяли наших Мамы с папой под руки Повели их В избу И их спальню Специально Они не видели Мы накрыли Тоже купили Дорогующее белье Зажгли кучу свечей Там шарики надули Всякие там Транспарантики написали И Купили фрукты Всякие экзотические Все это почистили Порезали Ну Они же не знают Как эти мохнатые яйца Чистить есть Под названием Киев Да Как их едят Поэтому Мы все порезали Все почистили Там накрыли Такой маленький Сторик Чтобы все было у них И говорит Вот когда мы их подвели К этому К их спальне Открыли двери Они говорит Все это увидели Мама с папой Говорит Посмотрели Друг на друга Потом говорит Посмотрели на нас Зашли в спальню И закрыли двери за собой И на следующий день Говорит Произошло Чудо Впервые Сколько мы себя помним Наши мама с папой Проспали Они вышли В спальне В двенадцатом часу Ну обычно Говорит В три В четыре Надо скотину Там Догнать Чистить Доить В двенадцатом часов Вышли Говорит Двенадцать часов Дня И вот вы знаете Я не говорю Вы обязательно Рассказывайте Про наших Маму с папой Тоже И вы знаете Мы всегда говорим Вот раз Бог Поставил точку Ставь одна Будут одна плоть Дальше стоит точка Все Не лишайте себя Вот этой радости Опять мы хотим сказать Конечно надо знать Надо знать физиологию Надо знать Физиологию старения организма Конечно Понимаете Но надо просто понимать Что быть одной плотью Нельзя понимать Только лишь На уровне Чисто физического Полового акта Господь Эта мысль И эти вот крики Могут быть гораздо Более Наполнены От которых Будешь улетать В любом возрасте Вот Ну Сейчас У нас буквально Пять минут Давайте вопрос Я уже не раз слышал Сказать Что Они как бы Расходятся по разным Кроватям Они начинают мешать В друг В чем причина Тогда Да То есть И это не один случай То есть Я уже несколько раз Вот об этом То есть Не один раз Я слышал Такие примеры То есть И значит Физиология Ну и даже Я знаю То есть Допустим Людей Знаю Которые Там Она на кровати Там Он на диване Где-то еще И вроде бы Хорошие взаимоотношения У них Так Значит Все-таки В как Ну В каком-то возрасте Вот Происходит Вот Этот перелог И Нужно просто Усилием воли Опять Это сделать Или же как Мы с вами говорили 20-я страница Там первая потребность Это потребность Не в половом акте У женщины А в нежности И у мужчины Когда у него Впадает Вот эта вот Сексуальная Сила Он думает Ну теперь я не могу Что теперь надо И ей это не надо А секс остается Просто он в другом виде И женщине это надо И в 60 лет И в 80 И в 90 И в 120 И в 50 И в 150 То есть Если дожили Вот эти интимные отношения Почему я говорю Даже если у вас Происходит какое-то там Заболевание Импотенция Или еще что-то Мужчины Не отчаивайтесь Потому что это не самое главное Для женщины Для вашей жены А мужчина думает Ну все Я теперь никто И чтобы жена Не подумала Что я вот Даже когда мы спим Рядом Прикасаемся Но не возбуждаюсь я больше Я лучше буду спать отдельно Он сам начинает отстраняться Потому что он не может Как мужчина Вот именно так Но можно же по-другому Поглаживание Я всегда говорю Поглаживание Поцелуи Умелые ласки К женщине улетит Даже больше Чего от полового акта И женщине это необходимо Это первая причина А вторая причина Это то что К сожалению Цвет очень часто происходит так Что жили Ну будем так говорить Вот только на этом уровне То есть не было Ни единения души Ни стремления Познать потребности Друг друга Ну уж там Мы не говорим О единении духа То есть опять Ну вы понимаете Что мы говорим То есть можно Вместе молиться Можно вместе нести Служение каждой послой Можно быть двумя Пылающими христианами Но так и не соединиться Веденный год К сожалению Я думаю Не только мы Но вы тоже наблюдаете К сожалению К большому сожалению Понимаете Вот самое главное Предизначение Ставления одной плоти Так и не достигают Вот такая картина Когда Опять благословение В церкви Поздравляют Молодую пару И подходит бабушка И говорит Я тебя поздравляю У тебя замечательный Бабушка молитвенница Да Она молитвенница Она руководитель Молитвенной группы В церкви Очень хорошая сестра Добрая Вы знаете Ну вот Великолепный Поговорить всегда Очень приятно Образцом Семьи И вот Она Подходит К этой невесте Говорит Я тебя поздравляю Все так замечательно Хорошо Все здорово Ну вот Ты знаешь Есть одна такая Темная сторона Супружества Я за тебя буду молиться Ты уж потерпи Ну такие мужчины Так они созданы Я за тебя буду молиться Вот так она ее благословила И что эта девушка Понесет дальше В брак Есть темная сторона Супружества И за нее будут молиться Чтобы он ее Хватил духовных сил Перетерпеть это все Понимаете Какая вещь И конечно Как только у мужчины Что-то там пропадает Она Все Зачем ты мне нужен Ну и хорошо Что пропал Наконец-то Светлая сторона Светлая сторона Исключительно пошла Светлая сторона Наконец-то Мы не мешаем Поддержите ТВС Молитвой И финансами Не рассчитывайте Что пожертвует Кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты Перестают существовать Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте www.tvseminary.com И когда вот мы Сейчас знаете Все чаще-чаще Помимо того Как мы стали Об этом рассказывать Мы все больше и больше Встречаем пар Который по типу Того мужчин Сказал Теперь не говори Что перед людьми Стыдно Потому что Вот эта вот мысль Перед людьми Стыдно Представляете Она вбивается Теми парами Которые Ну или Отдельными людьми Которые не смогли Это сделать Своей жизнью И вбивается Как светлость Прямо супру Если этого нет Или такой пример Когда к нам приходит Молодая пара Прожили вместе Где-то Годы Четыре Пять Двое маленьких Детишек У них Ему Двадцать пять И тоже Двадцать с небольшим И вот Он говорит Слушайте Вот сейчас у нас Возникла проблема Ну как Такого плана То есть Нам нужны были деньги Там мы взяли кредит Мне нужно с ним рассчитываться И я вынужден Теперь вот У меня такая работа Стала Чтобы больше заработать денег Я летаю в командировке Там На север Там нахожусь А нет Он ездит Он ездил по области Он говорит Я в понедельник уезжаю Там нахожусь Там на буровых Мы там С нефтью связаны Все это качаем В пятницу я возвращаюсь И вот значит Что происходит В нашей семье Когда мы только поженились Нас пастор благословил Следующим образом Молодые ребята Значит Вы должны прекрасно понимать Воскресенье Это святой день Святой день Нужно воздерживаться А пошлять его сексом Ни в коем случае нельзя Это должен быть Святой день Для Бога В субботу Это день подготовки К святому дню Нужно поститься И молиться Держать себя в чистоте А я в пятницу приезжаю Устала И меня говорят Вот только до постели Доползти Потому что работа Очень напряженная Я говорю Доползаю Засыпаю Утром просыпаюсь А уже суббота Нельзя В субботу нельзя В воскресенье нельзя А в понедельник Я уже уезжаю В понедельник Утром я вот говорю Жена давай Она обиженная на меня Ты что хочешь Быстрее быстрее Сейчас тут тебе машина Приедет Вас увозят Я тебя в пятницу ждала В субботу В воскресенье Ты меня не трогал А теперь вот А в понедельник Нет По пыхах Это делать не будет Я хочу нормальных отношений По ней не получается В пятницу я приезжаю И так у них Несколько месяцев Продолжалось Представляете Около Где-то полгода Продолжается Что нам делать Как решить проблему Интимных отношений Я говорю Покажите Где в Библии Говорится о субботе И воскресенье Что нельзя иметь Интимных отношений Мужа и жены По субботам Или по воскресеньям Нет Понимаете Вы поймите Мы не против того Если у семьи пастора Это работа Если у них это работа И они вдвоем решили Решили Это прекрасно Если в семье Есть традиции На эту тему Традиции Которые Но они не имеют Свои традиции И свое решение Переносить на другие семьи Если молчит Библия Молчим и мы Потому что Если мы начинаем Станавливать свои законы Это законничество Ну там четко и ясно Не уклоняйтесь Не уклоняйтесь И только посылайте То есть Это уже вопрос Не церкви А только семьи Мы рады что они к нам пришли Мы рады что они к нам пришли Они задали этот вопрос То есть Как бы они будут так говорить Начали думать Мы все время говорим В свою постель Никого никогда не пускайте Никого никогда Ни с какими советами Даже если придет Патриарх Алексий Второй Даже если приедет Председатель ЕХБ Вот эти вопросы Или главе Сущий епископ Решайте Только вы Между собой Вы муж Жена Бог Если что-то Нам говорят Честно Настя дает нам вопрос А вот так можно Мы говорим Так Если что-то Кого-то из вас смущает Это прекратите Сразу Это потому что Потому что это не было расположение Если что-то Нравится вам Обоим И вас не осуждает Ваша совесть Вы совершенно чисты Во время этого Пред Богом Друг перед другом Да как угодно И вообще вопросов Даже не задавайте На то они И интимные отношения Есть еще Такая неканоническая притча О том что Так можно или нельзя Профессор Перед студентами Читает лекцию И говорит Вы знаете Существует Сто позиций Интимных отношений Мужа и жены Мужчины и женщины Ну один студент Руку поднимает Говорит А я знаю Сто одну Он говорит Нет Садитесь пожалуйста Молодой человек Наука Занималась Исследовали Значит их всего сто Он поднимает руку Говорит А я знаю Сто одну Ну давайте посчитаем Он говорит Ну подождите Я же вам объясняю Вы писара Ставили опыт И специальные исследования Проводились Их всего сто Что-то вы не перепутали Не может быть сто одна Он говорит А я знаю Сто одну Хорошо Давайте считать Значит женщина Лежит на спине Мужчина сверху Тогда я знаю Сто две То есть понимаете То есть это то Что решают Только люди Муж и жена Сто одна Сто две Три всего Это решение Муж и жены Это решение Ваши И они перед Богом Отчитываются за это Все То есть вообще Никто не имеет прав Тот одеть В эти отношения Служители знал Которые говорят Когда ко мне приходит Семейная пара С какой-то проблемой Решает Значит семейный конфликт И он говорит Я убедился Что 90% Всех проблем В семье Это начинается Оттуда С постели И задав Несколько вопросов Он говорит Я прежде всего Начинаю Именно с постели И он говорит И когда И он говорит Я убедился 90% всех проблем Начинаются оттуда Ну даже по потребностям Это как показатель И 10% Это уже Если что-то Нормально Хвостели Значит В отношениях Что-то с ломой Он договорил Мудрый пожилой пастер Может он и не читал Эту книгу Доктор Харли Или не читал Все эти исследования Доктор Уитт Ну вот Первая потребность К нам Когда приходит То-то-то Знаете Один из вопросов Ну как у вас Ребят С сексом В интиме Все в порядке И начинаем Ага Все в порядке Давайте я вам Говорю Что вы имеете в виду Под словом Все в порядке И вот оттуда Все это Вот оттуда Такой можно Кумабит Вообще Вытаскивается Это вообще Продолжение следует... Продолжение следует...